Худайфат ибн Аляман, р.а. был такой сподвижник. Его назвали сахибу сиры, р.с.а.л. хранитель тайн пророка, с.а.л. То есть то, что знал только один пророк, с.а.л. об этом никто не знал. Это его личная, это его тайна. С этой тайной делился он именно с Худайфатом ибн Аляман, р.а. Такой особенный, такой уровень статус был среди сподвижников у него. Когда у него спросили, каким образом ты достиг этого уровня, он говорит, когда все сподвижники интересовались, спрашивали у пророка, с.а.л., как нам добиться довольства Аллаха, что нам нужно сделать для того, чтобы Аллах был нами доволен, я, говорит, отличался тем, что я спрашивал, что нельзя делать для того, чтобы Аллаха разгневать. Как я должен сохранить себя от гнева Всевышнего Аллаха, что мне нельзя делать. И он вот так вот очень такой осторожный образ жизни он вел. Вот бывает, человек, допустим, много хорошего сделал, хаджи, например, побывал, ульму изучил, на пути ислама умер, хафизом является, и много-много такого амала сделал хорошего перед Всевышним Аллахом. И этот весь его амал привел в адскую обитель. К примеру, пророк, с.а.л., говорит, «Актору мунафиқ и уммати куррауга». Большая часть лицемеров, мунафиқов из моей уммы, это говорит хафизы Кур'ана. Человек, представьте себе, это же нелегко Кур'ан выучить наизусть, каждый день повторят этот Кур'ан, впереди он намаз читает красиво, люди о нем говорят, что этот человек носитель речи Всевышнего Аллаха, и представьте себе, мунафиқа местоположение мы знаем, самое низкое местоположение будет в аду. Большая часть говорит моей уммы, они говорят будут именно хафизами из мунафиқов. В другой момент, пророк, с.а.л. а.л. говорит, наступит судный день, и человек, который умер на пути Ислама, который пролил свою кровь, жизнь, которую отдал на пути Ислама, его Аллах поднимет первым судный день. И Аллах ему задаст вопрос, вот то, что я к тебе давал, как аманат на хранение ниңаты, в виде здоровья, имущества, дух, мужества, религию Ислама, это все, все эти ниңаты, которые я к тебе давал, как аманат, чтобы ты ко мне обратно вернул. Как ты с этим поступил? Этот человек, будучи убежденным в том, что он отдал свою жизнь на пути Ислама, это самое же лучшее. Представьте себе, вот мы дома сидим со своей семьей, жена, дети, бизнес, определенные такие успехи в жизни, и нам говорят, нужно выйти, на газоват нужно выйти. Через 15-20 минут вышли и убили нас. Это же тяжело с этим расстаться вмиг, все, к чему человек по жизни шел, от этого всего отказаться, это же нелегкий уровень такой. И вот человек, он скажет, о, Аллах, я все, что ты мне дал, я на твоем пути использовал, я жизнь свою отдал. И Аллах ему скажет, ты лжешь, ты это делал только для того, чтобы люди сказали, что ты храбрец, чтобы люди не сказали, вот он тоже трусливый человек, ради этого, говорит, ты вышел воевать. И Аллах, говорит, его повернет вниз лицом, на лице заставит ходить, и в адскую обитель, говорит, бросит, он будет топливом для ада. Тут хафизы будут на самом нижнем уровне ада, тут шахиды будут топливом для адского огня. Потом Аллах поднимет алима, и Аллах ему те же самые вопросы задаст, как ты повел с теми дарами, которые я тебе дал. Он скажет, я всю жизнь распространял ульму, уроки ставил, уаза делал, да'ават делал людей, к исламу призывал, к твоей религии. Аллах ему скажет, ты лжешь, ты это все делал только для того, чтобы люди говорили, какой хороший алим. Только для этого говорил. Аллах его также в ада отправит. Потом Аллах поднимет богатого человека, который сутками, который расходовал, 50 мечетей построил, там по тысячу половников, что хоть не делал, допустим, столько всего на пути ислама, который сделал человек. И этот человек, он будет спрошен, как ты оступил с моими ниоматами. Он скажет, я все отдал на твоем пути, у Аллаха. Аллах скажет ему, лжешь ты, ты это делал только для того, чтобы люди говорили, что ты не жадный, а шедрый человек. Его тоже в ада отправит, Всевышний Аллах. Видите, перед нашими глазами вроде бы эти все люди, они были такими религиозными, приближенными рабами Всевышнего Аллаха, а Аллах-то знает, что у него в сердцах бывает. Поэтому нам нужно бояться переживать именно за то, за что переживал Пророк, саламу алейкум ассалям. Из признаков понимания религии является, когда человек переживает за то, за что переживал Пророк, саламу алейкум ассалям, и не переживает за то, за что посланник Аллаха не переживал. Вот, к примеру, Пророк, саламу алейкум ассалям, в хадисе, который приводит Имам Бухари, рахима Аллах, в шести местах, клянусь Аллахом, говорит он, я не боюсь, что моя умма после меня будет впадать в большое многобожие ширк будет делать. Я не боюсь, говорит, Самый переживающий из людей, посланник Аллаха говорит, я не переживаю. Но я переживаю, я боюсь, что вы после моей смерти будете друг с другом из-за мирского припираться. Я боюсь, что вы будете малым ширком заниматься. И вот человек, который переживает за то, чтобы у людей эта ум в ширк не впадала, а посланник Аллаха не переживал, он претендует на то, что он более переживающий и лучше понимающий эту религию, чем сам посланник Аллаха. У таких вот у нас есть очень много проблем. Абдуллах ибн Аль-Мубарак, ради Аллаху ангу. Здесь каждому, наверное, интересно, кто был в этой уме наиболее похожим из людей на посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям. У каждого человека сейчас приблизительно в голове есть такое представление и мнение. Кто-то скажет, какой-то сподвижник был похожий, кто-то там о другом подумает. Вот Рамадан Аль-Бути, рахимаху Аллах, глубокий знаток сирры, истории. Он говорит, я изучил, исследовал, говорит, этих всех великих людей этой умы. И я, говорит, обнаружил, что наиболее похожим человеком на посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, не с определенной одной стороны. Со всех сторон, в плане храбрости, в плане ума, в плане ульму, в плане айбадата, в плане торговли, в плане отношений с людьми, в плане всего, я не видел более похожего человека на посланника Аллаха, чем Абдуллах ибн Аль-Мубарак, ради Аллаху Ангу. Он был человеком самым богатым в свое время. У него в каждом городе были свои представители торговые. Он айбадатом занимался очень сильно. Он один из учеников имама Абу-Ханифа, ради Аллаху Ангу. Асим, ради Аллаху Ангу, внук Абу-Бакра, ради Аллаху Ангу, говорил, что Абдуллах ибн Аль-Мубарак, говорит, он превзошел всех нас своей богобоязненностью. Очень такой был богатый человек, но был более богобоязненным, чем все другие. Когда была битва в одном из джихадов, один из неверующих людей бросает вызов на поединок один на один и уходит один на один один из мусульман. Этот его поразил, этого мусульманина. Он второму вызов бросил. Дух мусульман ломается. Второго тоже он поразил. И вот так то ли шесть, то ли семь человек он по очереди убрал. И потом он говорит, кто еще выйдет? Уже сломлен дух, никто не уходит. Где, говорит, ваша храбрость? И так далее, и так далее. И тогда Абдуллах ибн Аль-Мубарак, ради Аллаха, закрывает свое лицо, выходит на поединок и поражает того человека. Он второму вызов бросает. Второго поразил. И вот так за каждого убитого он отомстил. То ли шесть, то ли семь человек он убил. Вот у него большая часть жизни на джихады вообще прошла. Это и был признак того, что у этого человека вообще нет понимания, что это имущество, которое Аллах дал ему, что Аллах ему дал. Он понимал, это к нему всего лишь Аллах дал. У него вообще не было понимания, что ему что-то может принадлежать. Он полноценно понимал, что означает, что все Аллаху принадлежит. У него внутреннего ширка вообще не было. Он был чистым человеком с внешней стороны и с внутренней стороны. Когда Фудайль ибн Айад, ему один день сказал, ты, говорит, у Абдулла все время людей призываешь к оставлению мирского, но более, говорит, занимающимся мирским, чем ты, человек, я тоже в жизни, говорит, не видел. Как, говорит, тебя понять? Он, говорит, этим имуществом я храню свою религию, говорит, и храню свою честь, он сказал. В хадисе сказано, не является, говорит, отрешенностью от мирского аскетизмом, отказ от имущества. Отрешенностью, говорит, является, когда ты доверяешь Всевышнему Аллаху больше, чем тому, что Аллах к тебе на руки дал. Когда ты больше Аллаху доверяешь, чем имуществу, которое у тебя в руках, чем твоему акулу, чем твоим глазам, чем твоим ушам, чем твоим мыслям, которые о людях, которые плохо думают и так далее. Когда вот мы верим закону Аллаха больше, вот это и есть настоящий аскетизм. Аскетизм это никогда человек просто от имущества отказался, человек он должен отказаться от всего, что противоречит Курану и Сунне. Вот что такое настоящий отрешенность, отказ от своих мыслей и так далее, неправильных. И вот Абдуллах ибн Аль-Мубарак, он говорит, для меня любимые, представьте, любимые, говорят, отказаться от одного сомнительного дирхама, чем израсходовать на пути Всевышнего Аллаха 10 тысяч дирхамов. Вот представьте себе на наше положение, мы же в легкую, мы не смотрим халал, харам, магазины, где, например, спиртное продается, мы спокойно хлеб можем купить. Между ученым разногласия есть вообще. Там вообще хлеб можно покупать или нельзя покупать. Кто-то говорит харам, кто-то говорит карахат. Почему? Потому что человек водку продал, либо сигареты продал, потом эти деньги положил в общую кассу, продал хлеб, положил в кассу, деньги перемешались, потом на эти же деньги в общем человек товар покупает, и там непонятно, хлеб за харамные деньги купленные или за халовные деньги купленные. И вот представьте себе, вот мы вот на такие вещи внимания не обращаем, а когда 500 рублей, либо 1000 рублей каждую неделю мы в мечеть, как садок отдаем, либо фонд инсан отдаем, мы себя героями чувствуем, как будто мы очень шедрые люди. Это же отсутствие понимания религии. Он же говорит, чем 10 тысяч монет, говорит, на пути ислама израсходовать, я лучше от одной, говорит, монеты откажусь. Это будет перед Всевышним Аллахом правильным будет. Это наше мнение о другом говорит, но религия вообще по-другому говорит. Одним из таких моментов, за которые вообще нам нужно вот так вот с ума сходить, переживать, это вот именно упрек в адрес других людей. Это самый такой ход Иблиса, через который он эту всю уму хочет на колени поставить. Вот пророк, саллиллаху алейкум, говорит, человек, который упрекнет своего брата в грехе, там, ну, упрек, поняли же, будет ругать, там, ты почему так сделал? Этот грех, говорит Всевышний Аллах, того, кто упрекнул, заставит, говорит, совершить. Даже Аллах ему жизнь продлит для того, чтобы этот грех через этого человека выявить. Был такой правитель мусульман Абдуллах, Абдулмалик ибн Марван, радия Аллаху ангу. Такой был человек бесподобный в свое время, что Абдуллах ибн Умар, сын Умара, асхабы, радия Аллаху ангу, когда ему сказали, к нему же сподвижники приходили за фетвой, он как муфтин был среди сподвижников, когда ему вопрос задали, вот ты умрешь скоро, тогда уже кому, говорит, люди будут ходить? С печалью, когда вопрос задали, он говорит, где Абдулмалик ибн Марван? Он говорит, достаточно вам. И Ибадат, и Ильму, со всех сторон такой был самый передовой юноша своего времени. И в один день, когда он был молодым, его дядя, который был халифом мусульман, он собирает войско, чтобы напасть на Каабу. На Каабу, чтобы напасть. Он был очень таким человеком, который вел отвратительный образ жизни. И Абдулмалик ибн Марван, он вообще в шоке был. Он удивился и говорит, как, говорит, этот человек, типа его дядя, как он мог такое сделать? Я понимаю, много неправильного сделал, но чтобы на дом Аллаха, на Каабу, на эту святыню, направить войско, такое, говорит, как вообще можно было сделать? И был один человек, который был иудеем раньше, Юсуф его звали. Он был человек, которому Аллах дал храмат, он знал, что будет. Такой был человек. И этот Юсуф говорит Абдулмалик ибн Марвану, придет, говорит, время, когда ты соберешь еще больше войска и разрушишь эту Каабу. Он поверит ему, что ты такое говоришь? Вот представьте, самый такой передовой юноша, самый богобоязвенный человек среди юношей, он в будущем соберет войско, чтобы дом Аллаха разрушить. Это как вообще вот такое? Человек же не может переварить? Много времени прошло, становится халифом мусульман Абдулмалик ибн Марван. И в халифате было такое разногласие. В Саудии, в той стороне был один халиф, в этой стороне Дамаск, в этой стороне был другой халиф, Абдулмалик ибн Марван. И для того, чтобы это разногласие закончилось, получилось, что он направил войско в ту сторону, в сторону Мекки, и катапультой Каабу она была разрушена. Это и был ответ на вопрос Абдулмалика ибн Марвана, который он давно еще задавал Всевышнему Аллаху. Ведь каждый говорит, и он говорит, без воли Аллаха ничего не происходит. Правильно? Тот, который, халиф, который отправлял войско, тоже же без воли Аллаха ничего не делал. Говорит, все по воле Аллаха происходит, и задаваться вопросом, как такое он мог допустить, это же прямой вопрос Всевышнему Аллаху идет. И Аллах на этот вопрос, Он отвечает на сто процентов. Как? Чтобы человек через каждую клетку пропустил, чтобы он четко понял на этот вопрос ответ. И Аллах ему через много лет полноценно ответил, как это такое произошло. Поняли же, да? Другой был человек, который был в городе Балх, считался самым таким праведным из юношей. И в один день он, один алим, видит, как этот юноша выходит из дома, где живут мужчины, которые друг друга любят. Однополого брака, как бы, да, вот сторонники. Вот из такого дома выходят их помойки, чтобы вылить. И тогда этот алим, он удивился, он подумал, он путает, наверное, этого молодого человека, чтобы он в этом доме был, такое же не может быть. И потом он подошел к нему, спросил у него, не ты ли тот юноша, который так отличался своей богобоязненностью? Он говорит, да. Он говорит, как ты, говорит, сюда попал? Он говорит, у меня одна проблема была. Я, говорит, от того, что был праведным человеком, неправедных людей всегда, говорит, упрекал, за их спинами, говорит, разговаривал. Это же от этого предостерегал нас, пророк, саллилалу алиху ассаляму, что он сказал, чем 30 раз зина совершить, 30 раз. Один раз гибат сделать, это хуже, говорит, будет. Настолько нас предостерегал пророк, саллилалу алиху ассаляму. И тогда этот юноша говорит, вот из-за этого моего языка, из-за моих упреков, из-за моих частых вопросов Всевышнего Аллаха, как Аллах этот человек так сделал, этот почему так сделал, Аллах меня, говорит, испытал любовью к одному мужчине, и теперь я, говорит, без него жить не могу. И он говорит мне, если, говорит, хочешь, чтобы я тебя не бросил, ты должен за этим домом полностью ухаживать. Я, говорит, их в раба превратился. Ты дуа сделай, говорит, этому алимун, чтобы Аллах меня, говорит, растил. Он понимает, что это неправильно, но Аллах ему любовь внушил, что теперь он может сдавать. И таких много есть моментов, о которых мы вообще не думаем, думаем, что мы на жам'ат намаз ходим, и уже все, как будто мы такие хорошие люди. Признаком того, что мы думаем, мы хорошие люди, это когда мы за других людей плохо говорим, упрекаем, думаем плохо о других людях. Пусть Всевышний Аллах нам поможет остерегаться от того, от чего предостерегал нас Пророк и переживал.